Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о книге «Бытие я», и сегодня мы читаем 12 главу. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и богословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в богословении. Я богословлю богословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и богословятся в тебе все племена земные». К Аврааму обращается Бог. Бог говорит Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, иди в землю, которую я укажу тебе. И Господь требует от Авраама подвига. Господь требует, чтобы Авраам пошел из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего. В древнем мире вся безопасность человека была связана с его принадлежностью к семье. Здесь живут его родственники, здесь живет его племя, он может на них рассчитывать, они могут рассчитывать на него. И речь идет не только о сентиментальной привязанности к земле, сентиментальной привязанности к людям, речь идет о очень практичных вопросах безопасности. Вот оставаться там, где ты уже находишься, это и безопасно, под защитой, и это привычно, и это кажется необходимым. Но вот Бог говорит Аврааму, пойди из земли твоего, от родства твоего, и из дома отца твоего. И Авраам слушается, Авраам идет. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Это то, что образ, который в Писании появляется неоднократно, образ выхода, образ исхода, когда человек решительно уходит от своей прежней жизни навстречу какой-то новой жизни, которой его ведет Бог. Авраам не знает еще, куда именно приведет его Бог. Он просто знает, что Бог его зовет, и он идет. И этот образ физического путешествия, этот образ Авраама, который выходит из своего родного города, он напоминает образ духовного путешествия, когда человек открывается Богу и соглашается на глубочайшие перемены в его жизни. «Я богословлю богословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и богословятся в тебе все племена земные». «В Аврааме богословятся все племена земные». Что это значит? Авраам – отец веры. Он является ключевой фигурой для трех мировых религий – для иудеизма, христианства и ислама. Авраам – это человек, который лично поверил Богу, Богу, Творцу неба и земли. В чем тут принципиальная разница? Люди в языческом мире верили, что существует единый истинный Бог. Есть много языческих племен, которые верят, что Бог-творец существует. Как есть много современных людей, которые верят, что Бог-творец существует. Язычество – это не то, чтобы отрицание единого истинного Бога. Они его могут не отрицать и часто не отрицают. Язычество – это отсутствие с ним значимых отношений. Бог есть, но где-то там, за горизонтом. Он не имеет отношения к моей непосредственной жизни. Я не имею с ним прямого контакта. И вот здесь устанавливается прямой контакт. Бог заговаривается Авраамом. Бог отдает Аврааму повеление, и Авраам слышит. Авраам идет. Он может как-то отрицать это. Он может сказать, что мало ли что приснится, мало ли что покажется. Но нет, Авраам слышит голос Бога, и Авраам отзывается. Он идет. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Это очень интересная деталь. Описание предыдущей истории, включая потоп, оно носит такой высоко символический характер. Мы понимаем, что когда там люди живут под тысячу лет, это может носить такой символический образный характер. Это может что-то обозначать другое. Об этом есть разные мнения у толкователей. Но когда начинается у нас история Авраама, мы входим уже в плотные слои истории. Это не повествование, которое носит сильно образный символический характер. Это достаточно буквально, достаточно близко к тексту описание того, что происходит на самом деле, того, что происходит именно в истории. И Аврааму 75 лет, когда он выходит в Харан. То есть Авраам очень немолод. 75 лет – это даже для нашего времени почтенный весьма возраст. Это время, когда человек уже находится на пороге вечности, можно сказать. И кажется, что его жизнь прожита, его жизнь осталась позади. Но нет, мы видим, что именно в возрасте 75 лет начинается для Авраама самое важное в его жизни. Самое интересное – он слышит голос Бога, и он идет. Иногда я слышал, как люди пожилые говорили, что они всю жизнь прожили там при советской власти, им теперь поздно обратиться к Богу. Нет, не поздно. Авраама Бог призвал в 75 лет. Никогда не поздно обратиться к Богу. И взял Авраам с собой жену Сару. И Лота, сына брата своего и всеимения, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. И пришли в землю ханаанскую. Авраам – это такой шейх, это глава рода, к нему принадлежат его родственники, принадлежат его рабы, принадлежат люди, которые присоединились к этому клану Авраама в разное время. И вот он со всем этим народом пошел в землю ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему я отдам землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Бог является Аврааму и дает ему обетование, что эта земля будет принадлежать его потомству, то есть народу Божьему. И Авраам создает жертвенник Господу. То есть уже тогда жертва, жертвоприношение – это такое очевидное, общепринятое средство обратиться к Богу. «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа, явившегося ему. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. По дороге Авраам воздвиг жертвенник и призвал имя Господа». Вот это выражение «призывать имя Господа» означает молиться Богу, поклоняться Богу. И оно появляется и в Новом Завете, где христиане призывают имя Иисуса Христа. И мы видим, что Бог Нового Завета, Иисус Христос – это тот же Бог, что Бог Авраама. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, «Это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, чтобы ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. И увидели ее вельможи фараоновые, похвалили ее фараону. И взята она была в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее. И у него был мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Мы видим, что Авраам испуган, он боится, что его убьют из-за его жены, и он выдает ее за сестру. И, думая, что это незамужняя, свободная женщина, ее берут в дом фараона. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за сару, жену Авраамову. И призвал фараона Авраама и сказал, что ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? Я взял, был ее себе в жену. И вот она жена твоя, возьми ее и пойди. И дал фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и лота с ним. Но Бог сам заступается за Авраама. И вот тут возникает какой интересный момент. Авраам, его еще не зовут Авраам. Я все время срываюсь на это произношение Авраам. На самом деле Авраам, конечно, его еще не зовут Авраам. Он еще не получил это имя. Но Авраам ведет себя как человек, который не имеет полного упования на Бога. Он проявляет вот эту человеческую боязливость. Он боится, вдруг его убьют. Бог ему дал обетование. Бог сказал ему, что он его богословит, что он возвеличит его имя, что он произведет от него великий народ, что его потомки будут обладать этой землей. Но Авраам не имеет достаточной веры. Он опасается, что его сейчас убьют. Если божьи обетования верны, то кто же его убьет? Ему много чего обещано, что не исполнится в случае его смерти. Но Авраам, он живой человек, и он проявляет эту живую человеческую немощь. Он обманывает фараона, он обманывает египтян, опасаясь, что его убьют. Как ведет себя Бог со своей стороны? Бог не говорит Аврааму, что ты проявил неверие, вот иди отсюда, завет расторнут, я больше тебя не покровительствую. Нет. Бог покровительствует Аврааму, несмотря на проявленную им слабость и неверие. И это огромное утешение для нас всех. Великий герой веры Авраам проявлял эту человеческую слабость, проявлял страх, но Бог не отвернулся от него. Бог продолжал его защищать, Бог продолжал быть на его стороне, потому что Бог неизменно верен. Иногда люди очень боятся и нервничают, как будто Бог только и ждет предлога их выгнать. Если бы Бог хотел их выгнать, Он бы их давно выгнал. Не нужно было бы предлогов искать, их и так много. Но Бог верен. Когда мы проявляем слабость, когда мы проявляем немощь, Бог остается верен. Бог продолжает оставаться с нами. И здесь мы видим, как в истории Авраама прославляется не только вера Авраама, но и верность Бога. Авраам проявляет человеческую немощь, но Бог все равно покровительствует ему. Мы с вами прочитали 12 главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Продолжение следует...